Всем привет! Сегодня у меня новогодний подарок для всех жителей города Сургут, ну и для остальных жителей нашей страны. Все вы помните, как мы ходили 16 декабря в Думу города Сургут, хотели получить документы, которые необходимы для подачи заявления на участие в конкурсе на пост главы города Сургут. И нам отказали предоставить весь необходимый пакет документов, и мы ушли. Ну раз, как говорится, если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомеду. Так вот, я весь этот пакет документов получил. Плюс к этому я получил устав города Сургута 1996 года. Все документы приложу в описании к видео, будет ссылка. Ну, давайте посмотрим, что это за документы. Вот так выглядит опись документов, которые необходимо предоставить. Значит, тут требуется заявление, копия паспорта, копия диплома, копия аттестата об основном общем образовании, копия аттестата о среднем общем образовании, согласие на обработку персональных данных, то самое, которое нам не выдали образец, сведения о размере источников доходов, справка о принадлежности кандидата, либо супруг, там, о недвижимом имуществе. Вот так выглядит сведение о размере источников доходов, это образец. Так выглядит справка о расходах, сведения об имуществе, об источниках средств, это сама опись. Так выглядит само заявление, которое необходимо подать. Здесь указывается фамилия, имя, отчество, когда родился, родилась, дата рождения, то есть от имени персоны. Тут указываются иные сведения на втором листе. Подпись делается от фамилии, имя, отчество. А вот самый главный, самый интересный документ, который нам отказались предоставлять. Это то самое согласие на обработку персональных данных. Пишется от имени, фамилии, имя, отчество в субъекта персональных данных. Тут дается полностью согласие на всю обработку, передачу, сбор, записи, систематизация, извлечение, использование, передача, предоставление, доступ, блокирование, удаление, уничтожение. Полный доступ предоставляется членам конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и Думе города Сургут на неопределенный срок. Тут полностью все сведения персональные. А тут самая главная фраза зашита. В четвертом пункте указано, что на неопределенный срок согласно законодательству. Причем срок не оговаривается. А вот самая главная фраза. Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и своих интересах. То есть по сути это передача своей воли и своих интересов. Сам себе назначаешь опекуна в виде секретаря, членов конкурсной комиссии и Думы города Сургут. Дальше ставится дата, подпись и имя, отчество, фамилия. То есть подписывает живой человек. И передает свою волю и свои интересы. Вспоминаем видео под названием «Шея города Сургут» или просто ужас какой-то. Где некий мужчина крутит главой города Сургут. Вот он его хватает за руку и поворачивает его. Ну можете сами посмотреть. Вадим Николаевич, будьте добры, подпишите устав в городе Сургут. Вот Жердев предоставил мне якобы заверенную копию. Стоит ваша ксерокопия. Ксерокопия вашей подписи. Будьте добры, распишитесь сами. Вадим Николаевич не захотел свой собственный документ, на основе которого он работает, подписать собственноручно. Еще одно подтверждение, что в городе Сургут нет устава. Заверено належащим образом в Минюсте. Это я к чему? Это к тому, что вступая в должность главы города Сургут, по сути человек передает свою волю и свои интересы в Думе, конкурсной комиссии и секретарю конкурсной комиссии. И возможно, вот этот мужчина представляет интересы, то есть уполномочен Думой, конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии на то, чтобы, как говорится, буквально крутить главой города Сургута. Также я приложу документ, решение на основе которого проводится конкурсная комиссия. Вот здесь все указано. Именно в 201 кабинет мы ходили. Тут указано, какие документы нужны. Вот он весь порядок. Здесь указано, что к заявлению прилагается. Вот то самое согласие на обработку персональных данных, но при этом здесь нет ни одного приложения. То есть то, что я показываю, вот это вот, то, что я показал, это по идее все должно было быть приложено к этому решению и опубликовано. Но оно мало того, что не было опубликовано, его еще вживую не предоставляют. Более того, вот мы были в Думе 16 числа, 17 числа я выпустил видео, 18 его все посмотрели, суббота и воскресенье выпадает. А 21 числа Дума города Сургут берет и выпускает решение от 21 декабря, в котором изменяет вот в этом предыдущем своем решении только один пункт. И только одно значение, номер кабинета. Еще раз показываю. Вот здесь вот это кабинет 201. После нашего визита они переносят конкурсный прием документов в 106 кабинет, то есть на первый этаж. А вообще мы ходили на встречу в феврале этого года, 2020, для того, чтобы я смог подписать, вот у меня в руках устав города Сургут, именно та копия, которую мне выдали в администрации. Я хотел, чтобы глава города Сургут расписался на этой копии, но он этого не сделал. Про устав города Сургут вы можете найти видео вот в плейлисте, и здесь есть плейлист, называется «Розыск устава города Сургут». Здесь 5 видео находятся, как мы его получали. Вот эти все видео, получается вот это видео, оно будет 6, будет сюда добавлено. Раньше у меня было 3 копии устава города Сургут, теперь у меня появилась 4 копия. Я все эти документы выложу в описании к данному видео. Вот тот самый устав от 1996 года, изменения и дополнения на 1999 год. Быстренько его пролистаю. Данный устав выпущен в количестве 1000 экземпляров, участвовал в этом Сургутнефтегаз, но данное издание вы вряд ли где найдете. В общем, в ссылке по описанию вы найдете пакет кандидата, устав города Сургут 1996 года, решение от 10 декабря и от 22 о смене номера кабинета, и плюс я приложу вот эти свои затреп, старые документы, это затреп от имени СМИ с требованием предоставить устав города Сургут, ответ от администрации, и сами 3 копии, которые мы получили почти год назад. Вы спросите, как я получил данные документы, а я воле изъявился, когда я приходил в Думу города Сургут, я сказал, я хочу получить, на то моя воля. Я получил этот документ. А каким способом, это уже не важно, это уже творец решил. Но самое главное, что я не отказался от своей воли и своих интересов, потому что заполнив это согласие, вы по сути передаете от имени живого человека все права на свою персону, фамилии, имя, отчество. Кстати, у многих возникает проблема со скачиванием документов. Показываю, как это делается. В описании к видео будут размещены вот такие ссылочки на Google Диск и на Яндекс Диск. Если вы откроете ссылку на Google Диск, у вас выйдет вот такая картинка, нажимаете вот на этот файл, это называется 3устава.zip, либо там другой будет. А обычно здесь открываются предосмотры, вы видите тут список файлов, которые содержатся в данном архиве. Здесь же предосмотр почему-то не открылся. Но в любом случае надо скачать этот файл, прежде чем его открывать. А многие тыкают вот на эти список файлов, которые находятся внутри архива, и не могут ничего скачать. А скачивается это вот через эту кнопочку, которая вот здесь вот справа вверху. Нажимаете скачать, и тогда вы этот файл сможете скачать. Все равно скачать, и все, вот он у вас предлагает, куда сохранить. А то многие вот сюда вот тыкают и не могут открыть. В общем, скачивается вот через эту кнопочку. Таким образом, у меня есть полный пакет документов, чтобы вновь прийти в Думу города Сургут и подать полный пакет документов, уже заполненный в качестве кандидата на должность главы города Сургут. Благодарствую. 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 Субтитры подогнал «Симон»